Всем привет, вы на канале Rable. Это четвертая часть из серии уроков изучи C-Sharp играя в Unity. В прошлой части закончили темы связанные с целочисленными типами, а сегодня разберем булевские типы и операции. Поехали. Булевский тип, или еще называют его логическим, представляет значение, литералом которого может быть true или false, то есть правда или ложь. Для хранения такого значения достаточно одного бита, 1 или 0, но в памяти будет занимать место равному 1 байту, потому что это минимальная порция памяти, с которой можно работать. Если перед вами стоит задача оптимизации, тогда инфраструктура .NET дает возможность использовать класс BitArray из пространства имен SystemCollections. Этот класс может давать 1 бит на одно булевское значение, что является эффективным способом хранения таких данных. Если вы смотрели мои предыдущие уроки, тогда такие слова как литералы, пространство имен и т.п. уже не новые. А если вы, новичок, и не видели прошлые уроки, рекомендую посмотреть, чтобы текущие и все последующие уроки были для вас более понятными, а также подписаться, чтобы не пропустить новые познавательные уроки. Существуют такие логические операции, как эквивалентность и сравнение. Сюда еще добавляем условные операции И и ИЛИ. Разберем пока первые две. Операции эквивалентности и сравнения проверяют значения любого типа на их идентичность и возвращают значения типа булл. Например, создадим три переменные типа int. Сначала выведем результат двух сравнений через операцию эквивалентности. Эту операцию можно задать вопросом. a равно b? Если да, будет true, иначе false. Во второй строке а равно c? Если да, будет true, иначе false. Проверим. Дальше напишем такие же две строки, но с операцией сравнения. Тут уже вопрос не равно. Итак, в первой строке а не равно b? Если а и b разное, тогда будет true, иначе false. То же и со следующей проверкой. Операции сравнения есть несколько. Первую, которую мы рассмотрели, это не равно. Есть еще четыре. Это больше, меньше, больше или равно, меньше или равно. Все они также возвращают результат true или false и работают со всеми числовыми типами. Но будьте осторожными с вещественными числами. На вопрос почему, вы найдете ответ в прошлом уроке. Часть 3 и 2 на тайм-коде 3 минуты 10 секунд. Ошибки округления вещественных чисел. Операции сравнения также работают с типом enum. Сравнивая целочисленные значения. Если кто не знает, что это за тип, тогда переходите к моему уроку про перечисления. Пока не знаю, какая это будет часть, т.к. выпускаю уроки по мере их подготовки. Но если смотрите этот урок после завершения всего курса, тогда посмотрите его в плейлисте изучите шарп играя в юнити на моем канале. Теперь разберем условные операции и и или. А сделаем это сразу на примере функции, которая нам должна вернуть true или false на вопрос, подписаться на этот канал или нет. Начнем с самой функции. Тип возвращаемой функцией, имя и будет 3 перемены для обработки внутри самой функции. Это интересно ли было это видео, ждете ли вы следующее видео и третья перемена это рекомендация друзьям и знакомым. Функция вернет true или false для следующего выражения. Сначала проверим, было ли видео полезным. Если да, тогда проверяем операнты справа. Если нет, тогда прекращаем проверку. Условно операция и вернет true, если слева и справа выражение true, иначе вернет false. Дальше у нас проверка через операцию или. Она вернет true, если хотя бы один оперант тоже true. Итак, если вы ждете следующее видео, но не будете рекомендовать текущее, тогда результат будет true, потому что левый оперант тоже true. В зеркальной ситуации тоже будет правда. А вот если первый и второй оперант false, тогда результат операции или тоже false. И весь результат тоже будет false. То есть вся логика следующая. Стоит подписаться, если вам это видео понравилось, и вы ждете следующее видео или порекомендуете текущее. В остальных не стоит подписываться, но это звучит очень печально, и стоит прожать хотя бы лайк или дизлайк. А лучше лайк и подписка. На этом не все, нам нужно дописать скрипт, чтобы все работало. На данный момент есть готовая функция, осталось ее использовать. Для начала напишем три переменные, которые мы можем менять в инспекторе. Потом в старте пропишем вывод результата нашей функции, передав ей необходимые значения. И посмотрим на результат. Субтитры сделал DimaTorzok Существуют еще одинарные операции и и или, когда нужно ставить только один оперсант или одну черту. Такие операции используются редко. Разница только в одном моменте. Это проверять все условия или нет. В нашем коде мы не проверяем условия или, когда получаем результат false в левом операнде. Потому что дальнейшая проверка не имеет смысла. А в случае одинарных операций будут проверяться все условия независимо от результатов. Знать про это лишним не будет и скорее всего это вам не пригодится, но когда понадобится помните про мой канал. Напоследок расскажу про очень удобную операцию, которая используется достаточно часто. Это тернарная условная операция или просто условная операция. Она имеет следующую форму. Условие, знак вопроса, x,y. Локика тут простая. Если условие будет true, тогда результат будет x, иначе y. Покажу на простом примере. Думаю с этим понятно. Тернарная операция особенно удобна в LingQ запросах. Про них тоже планировал рассказывать, но ближе к концу курса. И снова задание. Так как материала было немного, поэтому напишите похожую функцию для проверки с помощью комбинации и и или. Только не просто что-то рандомное, а что-то из жизни, к примеру. Можете придумать проверку для более трех значений. Было бы круто, если эта проверка будет двухэтапная, с использованием тернарной операции. Уверен, у вас все получится. А на этом все. Будут вопросы или любые трудности, пишите в комментариях. А чтобы не пропустить следующий урок, подписывайтесь. Спасибо за внимание.